1626 год, во-первых, начался с наступления протестантов, как я и говорил. Они планировали идти тремя колоннами, Мансфельд на Магдебургское архиепископство и в перспективе двигаться в Силезию из Магдебурга. То есть Мансфельд, как обычно, рейды через всю Германию прям собирался делать. Христиан Брауншвейский, у которого были мобилизованы войска, а у Мансфельда были наемники. У Христиана Брауншвейского была мобилизация, поэтому он планировал наступать на Гессен и в тыл этому Тиле полководцу, то есть у него вспомогательная была. А основные силы предполагалось, что датчане, то есть Христиан IV, вот он основными силами пройдет прямо до Южной Германии и возьмет Баварию. Короче, два полководца вроде как отвлекают и основной удар наносят датчане. Но там гладко было на бумаге, потому что самый слабый, который Христиан Брауншвейский, он планировал, что ему еще поможет граф Морец протестантский, гессенский, который отказался. То есть часть протестантов не хотела воевать на самом деле с императором и это мешало. Ну и в результате этот Христиан Брауншвейский отступил, заболел и 16 июня Т-626 года умер. Мансфельд сравнительно успешно там выступил, потому что у него вообще была наебная армия профессиональная. Против него Валенштейн, лучший полководец католический сражался. В битве при Десау, однако, 25 апреля 626 года Валенштейн разбил Мансфельда, потому что у него было преимущество численное, 20 тысяч солдат против 12 и артиллерия серьезная. Мансфельд, как и планировалось, начал отступать по направлению Силезия и Венгрия, куда-то туда на восток, собираясь утаскивать за собой Валенштейна. То есть отвлечь Валенштейна, который преследовал Мансфельд, этим временем ударит Дания. Ударило Дания, однако Валенштейн успел перебросить часть сил к Тилле, к другому полководцу, этому католическому. И Тилле начал наступать. Крестьян, значит, пытался тоже отступить, преследуемый этим Тилле. Возле деревни Лютер, 27 августа 1626 года, Датчан разбил Тилле. В результате половина армии Датчан была потеряна, и Датчане отступили к побережью. После этого, значит, Мансфельда окончательно там догромили. Он убежал сначала в Венгрию, потом планировал пробиться в Венецию, от него разбежались все наемники. И таким образом Мансфельд вообще из игры вышел. То есть, итоги какие? Два католических полководца, Тилле и Валенштейн, разыграли всю эту партию с тремя протестантскими, и всех трех разбили. Тем временем Решелье решил заняться гугенотами, и ему потребовались силы уже во Франции. Более того, гугенотов поддерживала Англия. Вот Франция во всей этой коалиции противоиспанской самое такое слабое звено, потому что в целом-то это коалиция протестантская, а Франция сама по себе католическая страна. Ну вот, значит, Решелье занялся собственными протестантами, осадил Ла-Рошель, в результате все войска с фронта он снял и бросил туда на гугенотов. Учитывая, что еще и Англия поддерживала гугенотов, он вообще вышел из протестантского блока Решелье и переметнулся к Испании, даже заключил союз с Испанией против Англии. То есть Франция вообще поменяла лагерь и начала воевать теперь против всего этого, потому что ей нужно было гугенотом додавить. И они также, французы, как я говорил, они в предыдущем году перекрыли коммуникации испанцев в Швейцарии, они их сдали опять испанцам. То есть за 626 год все было радикально переиграно, все протестанты были разбиты и Франция вообще предала. Ну, она дальше опять будет за протестантов и так далее. Решелье постоянно менял позицию, какому выгодно. На востоке Джахангира в плен берут, значит, Джахангир сын Акбара, это падишах империи Великих Монголов в Индии. В Индии в центральных районах был уже мир, где вот господствовала эта империя Монголов, однако на периферии интенсивные сражения были. Во-первых, Джахангир, хотя он был алкаш, был еще и мусульманин. Вроде как это несовместимо, но вот так. Ну, имеется в виду, он был ревностный мусульманин. Акбар тоже был мусульманин, хотя он пытался какую-то синкретическую религию сделать. А Джахангир начал запрещать индуизм, вероятно, вот в результате своего пьянства интенсивного. То, что это было совершенно не нужно. На тот момент многие генералы были индуисты. Естественно, многие провинции были полностью индуистские. И вот эти генералы, эти периферийные провинции, где был индуизм, они восставали постоянно, так как Джахангир начал их преследовать и вводить везде принудительный ислам. Наиболее серьезные войны были с Раджпутами, Раджпутана. Все это сопровождалось эпидемией чумы, которая как раз тогда вот по всему миру опять прокатилась. В общем, тяжелое было время. Тем временем европейцы доминировали на побережье, только там власть сменяется сначала на голландскую, а также появляются англичане. Потом сменится на английскую, но англичане только-только появились при этом по Дишахе. Пока что вот на тот момент господствуют голландцы в Индии. Кроме того, воевал он с Бенгалией, где тоже, значит, уже на сей раз мусульманские эти афганские военачальники восстали и отделились. Бенгалия была полностью покорена. В целом, войны Джахангира успешные, но вот они постоянно продолжались. И всякие мелкие султанаты уже там на юге Индии тоже были покорены. В целом, он объединил страну. Тем не менее, в последние его годы были постоянные восстания сыновей полководцев. Он окончательно там спился и скурился, как все источники сообщают. То есть, он был алкоголик, еще и опиатный наркоман. Короче, опиум курил все время и бухал. Кроме того, он был развратник, и им рулили бабы. Вот его главная жена, у него, естественно, гарем был огромный, но у него там главная жена, она фактически руководила государством. И как и в Турции, женщины при этом преследовали исключительно личные цели, ругались там со всякими военачальниками, которые там по каким-то причинам им не понравились. Эти военачальники устраивали восстание. В частности, восстал Махабадхан, потому что поругался с главной женой этого Джахангира, фактически руководившей государством, пока муж бухал. Но вот этот Джахангир выступил на войну с этим Махабадханом. Как раз в 26-м году Джахангира взяли в плен, и фактически мог Махабадхан прийти. Однако у Махабада хана восстали мусульмане в его войске, так как мусульмане поддерживали Джахангира. Его вернули, то есть Джахангир вернулся к власти, но умер уже в 27-м году, видимо, не пережил этого всего плена. Но вот его репутация Джахангира алкаш, развратник и так далее, ничем не интересовался, кроме пьянки, баб и опиума. Но, тем не менее, расцветало искусство при его дворе. Он написал дневник Джахангира на Мэ, где видно, что все-таки у него не только к наркомании все сводилось, он там интересовался наукой, вообще всем, что вокруг происходит. Они пытались заключить союз с Персией, в результате в пропаганде, там вот часто, как на картинке тут, в обнимку они с персидским шахом всем миром руководят. Но поскольку все-таки действительно алкоголик, у него был характер переменчивый. То есть то он был слишком такой добрый, а то потом с бодуна, с похмелья был страшно злой и всех убивал. То есть нечетко у него было, известен и как жестокостями, так и милостями. Ну, в общем, пользуясь всем этим бардаком в Индии, европейцы полностью господствовали на побережье, господствовали во всей торговле Индии и продолжали тут проникать и осуществлять свою колонизацию. Только раздоры между европейцами мешали им окончательно завоевать Индию на тот момент. Ну, скоро завоевать, так или иначе. В Манчжурии, я уже рассказывал про Нурхаци, надо про Абахая рассказать. Как раз вот воцарился Абахай, это сын Нурхаци. И именно Абахай сказал, что будут называться они не Джорджени, а Манчжуры. Вот он это имя Манчжуры придумал. И он, значит, повелел, что это все племена вот эти, Манчжоу и прочие, все должны стать единым государством, у которых, значит, язык на джорджанский походит. Именно Абахай окончательно всех в Джорджени я объединил, создал огромное государство во всю Манчжурию. И он же начал рейды на Китай. Там были, во-первых, проходы на Великой Стене и были районы, где вообще они стену не построили китайцы. Вот он начал разведывательные походы, иногда они прорывались через стену, иногда нет. Но вот с помощью этих разведывательных рейдов они выяснили, как все-таки там все устроено и где реально может конница Манчжурская прорваться. При этом было несколько осад Пекина в 1927 году, в 1929 они уже прорывались и подходили под Пекин, просто разграбив, все они уходили. То есть они пока цели завоевания не ставили, но уже прощупывали китайцев. Чтобы обеспечить тыл, он начал завоевание в Монголии. То есть Монголию частично завоевали еще до Китая Манчжуры. Тогда же он назвал государство Цин, то есть чистое империя Цин, она уже существует, просто еще Китай не захватила. 1937 год поход в Корею, по которому Корея перешла уже к Манчжурам, ну как союзник, они были как бы вассалами, они то были союзники Китая, то вот теперь Манчжуров. И к концу его жизни он уже начал ширкомасштабную подготовку к завоеванию Китая, уже начал захват пограничных крепостей, Но впрочем это уже 640-й, и поэтому про манчжурское завоевание Китая я, видимо, расскажу отдельно.